Тёмный лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронёсшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, чёрные, зловещие, клонились к друг другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишённый признаков жизни с её движением, был так пустынен и холоден, что дух, витавший над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех. Но смех страшнее скорби слышался здесь. Смех безрадостный. Точно улыбка сфинкса. Смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Эта известная мудрость, властная, вознесённая над миром, смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь, оледеневшая до самого сердца. Северная глушь. И всё же что-то живое двигалось в ней и бросало вызов. Это был джип Рэнглер. Именно так, в точном соответствии со строками Джека Лондона, началась наша встреча. И это была любовь с первого взгляда. Джип Рэнглер является культовой машиной продвинутой молодёжи. Именно поэтому мне пришлось принять столь интересный сценический облик. Лёгкий и спортивный Рэнглер нельзя не заметить на улицах города. Он отличается своей броской внешностью от других машин. И всё это при том, что его можно смело назвать самым старым из серийных автомобилей, выпускавшихся до сих пор. Столько лет, сколько прожила, существовало на рынке автомобилестроения, эта машина вряд ли сможет прожить средний человек. Начал выпускаться в 40-х годах, он прекрасно сохранился до наших дней. Пожалуй, только английский лендровер может быть его сверстником. Давно канули в лету Виллиссы, ГАЗ-69 и другие машины 50-х. А Рэнглер сейчас живее всех живых. Посмотрите, как он танцует рок-н-ролл на уральских ухабах. Этот малый горный тягач, а именно таково его кодовое название, в американских вооружённых силах, после удачного рейстайлинга 1997 года выглядит очень современно и по-деловому. Изменённые передние фары, они стали круглыми. Слегка скругленные формы вдохнули в машину молодость. Дизайнеры хорошо подработали над внешним видом машины, однако не забыли они и внутренний вид. Сейчас машина стала очень комфортной. Сидения мягкие, эргономичные. Руль кожаный. И комбинация приборов стала поинтереснее, посовременнее. Панель управления климат-контролем и акустикой всё выдержано в стиле модерн. Обилие хромированных деталей кузова и колёс говорит о том, что перед нами настоящий американец. И, конечно, все прелести джипа. Короткая база, высокий клиренс позволяют проделывать на бездорожье потрясающие трюки. Доступ на пассажирские места, как и у всех трёхдверных машин, происходит через складывающиеся передние сиденья. Двери, широко открывающиеся вперёд, можно при желании снять, как и крышу, превратив «Рэнглер» в замечательный летний родстер. Багажник, конечно, маловат. Но зачем воякам хранить оружие в багажнике? Намёк поняли? За рулём этой машины чувствуешь себя крутым спецназовцем, которые рассекают в джунгли где-нибудь во Вьетнаме. Помните фильм «Платон»? Вот. Солдаты ездили там именно на этих машинах. Ради интереса мы бы могли снять прекрасную лёгкую крышу, но, однако, у нас не говорили. Компания «Даймлер Крайслер», а именно она сейчас выпускает машины марки «Джип», традиционно заботится о совершенствовании своих детищ. Инжекторный двигатель объёмом в 2,5 литра занимает совсем немного пространства под капотом. Когда сидишь в легендарной машине, боевой машине, должно быть ощущение жёсткости. Но рулевое управление, благодаря системе гидроусилителя, очень лёгкое. Сцепление, газ, педальки мягкие, нежные. Но при сильном нажатии на дроссельную заслонку оказывается, что впечатление это, как бы так сказать, поверхностное. Машина резво дёргает вперёд. Сразу оговоримся. В армейском варианте на машине устанавливается 4-х литровый двигатель. Интересно, если на штатном машина, как говорится, рвёт из-под себя, то что же ждать от такого монстра? Говорят, рэнглер встаёт на дыбы даже при небольшом нажатии на педаль газа. Усовершенствованная передняя подвеска. На смену рессорам пришли пружины, благодаря чему машина стала мягче и управляемей. На бездорожье АБС для машины не требуется. Где же там разогнаться, когда постоянно приходится танцевать между педалью газа и тормоза. А сейчас мы попробуем, насколько эффективна на нашем гололюде эта тормозная система. Машина даже не повело ни вправо, ни влево. Да, легендарный джип рэнглер можно смело назвать гордостью американского автомобилестроения и мечтой любого мужчины. Уникальность этого автомобиля очевидна. В данном случае машина, как и вино, с годами становится только лучше. Конечно, рэнглер для коллекционеров. Так как при всей своей простоте и эскетичности цена у него немаленькая. Примерно 17 тысяч долларов. Но, как говорится, было бы желание. В заключение особую благодарность авторы передачи говорят автосервису Хонда, любезно предоставившему интересные автомобили для вашего внимания. Мы приглашаем всех к сотрудничеству. Автосервис Хонда предоставляет все виды услуг по обслуживанию вашего автомобиля. Жестиносварочные, слесарные работы, регулировка развала и схождения, диагностика, подбор автоэмали и окраска автомобилей. Широкий выбор запасных частей для машин японского производства.